Соединение. Да, есть. Отлично. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Просим извинения за маленькую техническую задержку. Но надеюсь, что будет все нормально. Мы продолжаем наш замечательный курс. И у нас уже идет третий цикл. И так получается, что в некоторых темах, в некоторых неделях, мы уже рассмотрели всю недельную главу, а в некоторых есть лакуны. Поэтому сегодня мы возвращаемся снова к началу книги Шмот. Несмотря на то, что в прошлую субботу мы уже послушали недельный раздел ИТРО. И сейчас на этой неделе читаем Мишпатим. Мы возвращаемся назад и из первой недельной главы разбираем параграф номер пять. Параграф номер пять. Плюс, если время будет понемножечку, мы в конце каждого занятия что-то дополняем. Конечно, было бы логично немножко рассказать про четыре особые недели. И, может быть, про приближающийся праздник Пурим и месяц Адар. Но что успеем, то успеем. Вот так. Итак, Шмот, Пэрэк Эй, пятый параграф. Я начинаю читать. Наши правила. Так, еще маленькое объявление. Слова, выделенные зеленым, рассмотрены в файле, который называется словарь. Вот. В этой главе чуть-чуть даже ничего не выделил желтым. Но обычно это бывает то, что я отмечаю для себя, чтобы обратить внимание. И, ну, что еще? Значит, мы по очереди читаем по фразе. Если кто-то не участвует и хочет пропустить очередь, он просто не включает микрофон. Если микрофон включен, мы передаем его по очереди. Тот, кто может прочитать, читает. Тот, кто может перевести, переводит. Нет, пожалуйста, участвуйте. Да, участвуйте так, что вот вы слушаете и внимаете. Итак, алиф. Просто достаточно простая. И после этого, мы, очевидно, после событий, рассмотренных в предыдущей главе, пришли Моше и Аарон и сказали фараону. Так сказал Бог, всесильный Бог Израиля, отпусти народ мой и будут праздновать мне в пустыне. Так, что-то с моим изображением. Нет, честное слово, это не я так дергаюсь. Простите, пожалуйста, Аарон, можно вопрос? Добрый вечер. Да, я вам приветствую. Хотела спросить, то есть Медбар – это как бы не столько песок, сколько незаселенная местность. Правильно я понимаю? Медбар от слова «пасти», «выпас», да, это свободное пространство. Да, там даже есть какая-то растительность. Совершенно необязательно, что там пески, да, да, это так. Юлия, будем надеяться видеть вас в наших краях и показать вам не только пустыню, но и другие красоты нашей земли. Так, обещаю вам немножко погодить вас по святой земле. Честно, вот от себя. Так, Бек, прошу вас, Анна. Ну, наверное, я не буду читать, пускай ребята читают, им побольше достанется. Милости просим, да, у нас сегодня есть новые лица, мы всем рады. Так, Тимофей, пускай Тимофей и… Тимофей, давайте, Бек, Тимофей, вы с нами, на связи. Просим, да. Бет. В голосе его, чтобы послать Израиль. И не знал я Всевышнего, и также Израиль не пошлю. Не пошлю, не опущу, да, совершенно верно. Тут я хочу обратить ваше внимание, Шама – это слышать, а Шама Беколь – это слушаться буквально, да. Чтобы я слушался его. Но, кстати, резонный вопрос. Есть интересный метраж по этому поводу. Всегда можно найти и посмотреть. Очень советую. Наша задача – разобрать именно язык, поэтому метражи я практически не освещаю. Гиммел, спасибо, Тимофей. Гиммел, кто берет? А можно вопрос по языку, извините, пожалуйста. В этих двух стихах. В первом мы прочитали «эль паро», и потом у нас сам «паро». Это однокоренные, правильно я понимаю? «Паро», вот он «паро». А где еще вот это слово «паро»? В первом стихе, да, «эль паро», то есть как глагол, который переводится, переводится «вести за собой», да, получается. «Эль» – это… нет, это не глагол. А, это не глагол. Глагол направление, да. Есть «ле», пишется следующее слово. Словом есть «эль», когда внизу стоит такая гласовка «три точки». Это то же самое направление, к кому, для кого. Вот, если стоят две точки, огласовка «три» – это уже божество, это существительное, Бог. Да? Юлия, я ответил? Да, 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 простите, я просто… Да, 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 милости просим. Мы за это не собираемся. В принципе, вот это слово «паро» происходит, да, от этого глагола, получается? «Паро» – это «фараот», это ничто иное. «Фараон» – это не имя собственное и не должность, это название управителя Египта. Как есть царь, есть генеральный секретарь, есть президент. Вот в Египте главный назывался вот этим типом «паро». Но и у Людмилы не получается войти. Так, Анна, напишите, пожалуйста, Людмиле, пусть она пробует еще. Так, сейчас. Да, если можно, чтобы мне не отвлекаться. Гимел хотел бы взять. А сейчас Шушу у нас по очереди. Давайте, Шушу, Гимел. Ва-мру, ал-логей, а-еврим, нікра, алейну. Нилька на дырах шлошет ямим бамидбар. Ва-мизбаха ле-ашем, ал-логейну, пен ифгану. Ифгану? Ага, вот эти вот слова, ну, я поиск, да. Так кто ты, сначала ты как-то так и сказал, вот Элгей, как мы, это просто так пишется? Я вам скажу, что это слово стоит в форме множественного числа. Вот это не правда. Не поспоришь, да, да, но глагол стоит, естественно, в Айумру. А, в Айумру. Тоже ведь как-то. А, нет, нет, в Айумру это сказали они, сказали Мушаэр, да. А какой глагол относится к слову Элгей? Вот это не кран. Да, позвал. Так, и сказали, да, сказать, что позвал бог евреев. Бог евреев, да. Так, бог евреев позвал нас, позвал к нам, позвал нас. Так. Нел-каф. Нел-ех, нел-ех. Мы пойдем. Идите, ну, идите, пожалуйста, как бы, ну, в пути. Идите путем три дня. Трех дней, да. То есть, да, пусть, который займет три дня. Да. В, значит. Ни-с-беха, ли-с-бах, это порезать конкретно жертвы, да. Так, и посвятите жертву богу, всесильному вашему. Да. Чтобы не. Н, это. Ив-га-ай-ну, чтобы не поразил нас. Так, да. Девер, это эпидемия, а херер это буквально меч. Это мором. Да. Чумой. Ну, вот, чтобы этого не было. Да, совершенно верно. Еще буквально пару слов по поводу множественного числа. И слово эл-о-кей, да, и слово эл-о-кей-ну, они стоят во множественном числе. Собственно, и в начале перешит бара-эл-о-кин, да, тоже множественное число, но смущать это вас не должно. Есть объяснение, самое простое я приведу, что то, что для идолопоклонников, язычников означает весь солом, их жест у нас сконцентрировано в одном моде. Но, в любом случае, это не должно быть основанием для сомнений в множественности Всевышнего, хотя бы потому, что при нем текста написано «Бог един», вот, и мы видим использование глагола «един» в числе. Да, спасибо, спасибо, Шуша. Вот, ну, вот, вот это слово, оно есть в словаре, а вот «девер» и «херер» мы перевели по ходу. Так, Далит, пожалуйста, кто хочет? Юля, теперь у нас. Юля, прекрасно. Ага, спасибо. Совершенно верно, да. Айомер 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 и сказал им. Да, кто сказал? А царь Египта? Царь Египта. Да. Почему Моше и Арон вы… Да, буквально мешаете, да? Да, да, да. То есть путаете, делаете, да, наносите вред, да, народу. От того, что они делают. Ну, легко, это идите, идите. Идите, да. Куда идите? Это «сабла» я перевела. «Севель», да. «Севель» – это как труд. Труд страдания, а также… да, совершенно верно. Такое слово вы подобрали? Да, к своим трудам страданиям. То есть идите, возвращайтесь как бы к своим работам. Да, верно, совершенно верно. Ну, еще немного добавлю, что слово «сов». А «сабаль», «сабаль» на иврите означает «грузчик». А «совель» – это страдает, да, однокоренное. Спасибо, Юлия. «Савланут» – терпение, да. Не страдание, а именно терпение. Ну, все же, как бы то ни было, да, что-то общее есть. Так, эй, пожалуйста, у нас есть новые лица. Анна, посмотрите. А, вот Евгений, а, вот Евгений у нас еще прошлый раз читал. Читал. Так, Евгений, слушаем вас. Ва Юмер, пару, Н, Рабин, Ата, М, Арец. Ва Юмер, а, хорошо, хорошо, вот Эм, Атем. О, там, О, там. О, там, мис, мис, в, 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 лотам. Вам достался тяжелый кусок, но я помогу вам. Сказал фараон. А теперь слово «ген» – это здесь, в данном случае, как «хине», вот ведь как. «Рабим ата амга арец». «Рабим» – это многочисленное. «Ата» через «Айн» – это сейчас, в настоящее время. «Амга арец» обычно используется это выражение «народ земли» для человека невежественного, невежды, но здесь в прямом смысле «народ земли», то есть «народ» многочислен, и каждый день, каждый час простоя, умноженное на количество народа, даст большой проигрыш в работе. Теперь слово «гишбатем», «отам», «гишба». Здесь тоже корень, что в слове «шаббат». Что такое «шаббат»? Отдых и еще словом «шаббата» называется, как это сказать, «забастовка», да? То есть вы заставляете их, «отам», «отам» – это их, да? Значит, не работать, не работать, а буквально «отставать», да? В ваших трудах. Да, вы отвлекаете их вашими действиями от работы, вы делаете так, что они прекращают работу. Да, да, Евгений, все правильно. Хорошо. Так, Анна, удалось Людмиле войти к нам? Да что ты, не так она пишет, не может войти странно, мы вроде все… Вы ей послали… Ну вот еще раз, еще раз ссылка. Еще раз ссылка, вот обычная, по которой все вошли. Ничего-то она не может. Так, кому мы передаем микрофон? А вот не знаю, если кто-то хочет, пускай мы пока никак-то не… Вот я вижу, у этого человека микрофон… Микрофон включен или выключен? Это Артур говорит, если позволите, я попробую. Да, конечно. Да, прекрасно, да, замечательно. Это Артур, да? Да. Да. Да, слушай. Здравствуйте. Да, читаем, вот отсюда начинаю, да, Вав? Лоте аспон, да, зайн… Лоте аспон, ласэц, тэвэн, лааам, лилибон… Подожачка, а мы разве отсюда… Нет, мы Вав пропустили, извините, Артур, если можно… Вав, да. Вайцав… Вайц… А, кэн… Вайцав пар о… Блэём агу… Эт… А… Нукшим… Баам… Эт… Шутра… Леймор… Вот так. Давайте перейдем… А не… Нукшим… 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 Сейчас, минуточку… Нукшим, да. А ну, открыт файл словаря, да? Сейчас… Сейчас… Да… Откроют… Сейчас откроют, да. Впрочем, Артур, вайцав… И повелел Фаро… Ну, Фаро, он… В этот день… Этим надсмотрщиком… Над народом… Да, верно. Этим… Стражником… Стражником, да. Стражником, да. Говоря. Да, верно, верно. Вот так. Ногсим… Корень… Нун… Гимэл… Син… Все-таки… Все-таки… Шин… Не знаю, почему син… Сказать… Нукшим… Да, нукшим… Я помню об этом… Кшим… Угу… Почему-то у меня здесь син стоит… Я не знаю… Это может быть… Вот у меня кулашки… Я давно сейчас могу проверить даже… Взгляните, если можно, да. Важно. Шин… Это… Это хоть одна буква… Никак… У меня почему-то… У меня почему-то… Син… У меня тоже почему-то сим… А, нет, нуксим… Все, правильно. Да, сэ… Атью… Атуматически почему-то… Попадем… Так, сейчас минуточку, я посмотрю тогда сам в словаре, чтобы быть уверенным. И к шин, да, здесь другое. Потому что геш как бы, да, вот это законно, поэтому мне казалось так, а ноксин правильно значит. Да, да, должно быть ноксин. Так, ну, смысл в любом случае ясен, да, почему здесь син вместо шина, трудно сказать. Но мне известно, что шин и син не замечают друг друга. Спасибо, Артур. Теперь Зайн, кто-то есть у нас на очереди? А, Людмила, Людмила у нас еще ничего не читала. Здравствуйте, мы рады, что вам удалось. Лотосфун, 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 лотосфун латет, тевен, лаам, льбон, албаним, китмоль, шлошам. Шилшом. А, шилшом немножко отвлекает курсор хэм. Да, 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 я. Ельху, вэкошешу лаэм, тевен. Да, верно. Лотосфун. Не добавили? Да, буквально не умножайте, не делайте более. Латет, тевен. Вот это не знаю. Латет давать, а тевен это солома, солома. Конечно же, солома. А народу, не давайте больше народу соломы. Совершенно верно. Лилбон, албаним. Левеним это кирпичи, а лилбон это кирпичить кирпичи. Да? Чтоб сами лепили кирпичи в смысле, да? Нет, лепить-то они лепили и раньше, да? Но не давайте им соломы. А, для соломы вот это, да, запитание. Соломы для того, чтобы лепить кирпичи, да? Китмоль шельшом. Мы знаем слово «этмоль» – это «моль вчера». Китмоль шельшом – это выражение такое, как вчера и третьего дня. Еще в одном месте она встречается, когда Яков говорит своим женам, «Ваш отец со мной не так, как вчера и третьего дня». И есть кафе, одно из самых таких заслуженных в Ярушиламе, которое тоже называется «тмоль шельшом». Вот так, да? А есть книжка у Агнона? Да, да, собственно, кафе. Скорее всего, от книжки, а не непосредственно от цитаты, да. Ну, а вновь, конечно… Они пошли… Хем, хем, елху, да. Пусть они пойдут, да, в будущее время, да. Пойдут и собирают себе солому. Да, то есть был увеличен объем работ без увеличения зарплаты. Спасибо, Людмила, да, все правильно, все правильно. Так? У нас есть новые лица, да? Нет, по-моему, все уже прочитали, все кто. Теперь вы опять. Все, кто мог, все хотел прочитать. Да, ну, если больше никто не включает микрофон, то хет читаю я. Слово «Матконет» посмотрите, пожалуйста, в словаре. По-моему… Ну, тахон, есть слово тахон, тхонаплан, есть слово «планировать». А в данном случае имеется в виду норма выработки. Норма выработки, да. Мера чего-то, если переводит. Мера. Да, смысл тот же, да. Но имеется в виду норму кирпичей, которые они делают вчера и третьего дня. Да, тасимологи, возложите на них. Не тигреу от слова «гаруа», то есть «плохо». Не ухудшайте от нее, то есть не уменьшайте эту норму. Да, потому что вот это вот слово «нефрим», которое нам еще чуть позже тоже встретили. Нерпим. Ой, извините, нерпим, нерпим. Нерпим, конечно. Нерпим – это лентяи, бездельники. Потому что лентяи они. Отсюда очевидно слово «нерпа». Да? Ленивый зверь. Вот, алькен, поэтому они кричат, говорят «пойдем мы зарежем жертвы Богу нашим». Вот так оно и было. Так, хорошо. Тет, пожалуйста, кто желает. Давайте я почитаю. Мы рады. А какой Тет, это где у нас Тет, да? Как бы увеличить, утяжелить работу на народе, получается. То есть народу надо умножить работу, что они ленивые, такие. Так, и пусть, пускай, пускай, ну, занимаются, пускай занимаются этой работой. Да, это в отношении работы. А вот это вот, интересно, вы, аль, из Убер, а, Дебрей Шекер. И пусть не делают, ну, как бы, пустых, лживых речей, слов. То есть некогда им будет заниматься глупостями. Ну да, да, естественно. Работают, 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 и никуда будет в обществе не заниматься. А только дело такое, пустые. Дело в том, что солома нужна для кирпичей, как, так же, как там, сейчас в наше время, железная арматура для бетона. То есть это солома, она скрепляла, кирпичи делали срочные. Да, да. То есть без глины, без соломы глина как бы не продержится. Работа заключалась в том, что солому рубили, перемешивали с глиной, формировали кирпич и обжигали его. А теперь еще дополнительно надо искать и приносить эту солому. И Медраж говорит, что фараон параллельно отдал приказ, прячьте солому. Да, не давайте солому евреям, как бы они ни просили. Откуда взять солому? Сами евреи ее не производят. Так что тяжко, тяжко. Спасибо, Анна. Теперь Юл, очевидно, достается Тимофею. Тимофею, да, Тимофею. Да. Переводим. И вышли надсмотрщики за народом, и сторожа его, надзиратели, и сказали народу, говоря, так сказал фараон. Я не даю вам солому. Вот такой. Я не дам. Там, значит, такая была иерархия. Вот эти вот Ноксим, они были старшие. Они были египтянами, они были более старшими надзирателями. А вот эти Шатрим, они были младшими надзирателями. Они были евреями. Они были евреями. Им доставалось в случае чего, если норма там не выполнялась, им доставалось. За то, что вот они там не обеспечили, так сказать, должного хода работы. То есть Ноксим избивали вот этих Шатрим. А Шатрим не избивали под властных им простых рабочих. И за то, что они терпели это, да, они получили, в конце концов, награду. А теперь, ну, Юд, спасибо. Юд, Алиф. Людмила. Теперь Людмила. У нас теперь по очереди будет, как раньше. А тем, а тем, а тем, а тем Лху Каху Лахем Тевен, Машер Тимцауки Эйн Негра. Мы ар... Пожалуйста, курсорчик. Мы ар... Ой, 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 извините. Мы а вода тэхэм давар. Вы идите, возьмите вам солому, которую найдете вы, ибо нет, вот это негра. Игра не будет меньше, не будет хуже. Не сделается меньше, не уменьшится. От работы вещей. Да, работа ваша. Не убавится от работы вашей давара. Ничего, никакой вещи. То есть количество нормы кирпичей осталось та же. Не думайте, что раз вам дана работа по поиску соломы, то какая-то часть работы будет с вас снята. Например, это соломо «рубить» или, скажем, замешивать. Все тоже плюс еще и солома. А вот это, простите, давар – это как что-то вроде шум-давар, да? Да, давар – это вещь, давар – это слово, давар – это дело, это, может быть, речи. Например, пятая книга обычно переводится как «дворим речи», да? Да, верно. Так. Не уменьшится, какой вещи. Шуша юнет. Так, вот от какого корня у нас вот это «япец»? Первое слово. «Нофец» – это «рассеиваться». Да, мне надо было выводить это слово, да? Да, и «разбредался», «расходился». «Рассеивался», ну, «расходился» народ по всей земле египетской. Так, «лекушеш». Это что у нас? Это, очевидно, тот же корень слов «каш». Каш солома, а «лекушеш» – это «соломить солому», да? Имеется в виду собирать солому, да? Так, для «тевен». Ну, на кирпичи. Для кирпичей. Да, на кирпичи. «Тевен». И я вот не знаю, есть ли разница сена-солома. Обычно использовалась солома, поскольку… Солома – это то, что после остается, после обмолота зерновых техамах. Сено – это какая-то трава, которая кормится животных, допустим. Кормить кота с кодзимой. Да, да. Ну, вот в чем разница? Слово «каш» в современном иврите означает еще и соломинку, например, для коктейлей. Думаю, что это синонимы. Вряд ли тут имеет смысл искать разницу в употреблении этих двух слов. Так? Да, спасибо. Шоша, все правильно. Теперь Юля у нас. Юля. Спасибо. Вы, ну, кчима, ацима, леймор. Калу маасехем дварьем байомо кашер бихьем гатеве. Бихьем. Бихьем гатеве. Бихьем гатеве. Если вот надзиратели надавили, получается. Получается, да, да, да. Говоря. Говоря. Закончить ваши дела. Так, кончевайте. Да, да. Ваши дела. Значит, дварьем. Каждое дело в день байомо. Йом байомо – это изо дня в день, да. То есть то дело, которое изо дня в день. Каашер. Да, внимание. Би-йот. Вот я уверен, что Юля поймет это слово, да. Это б плюс лей. Это как лей-йот, но префикс не ле-а-бе. То есть как при том, когда была йот, а я тевен. Солома. Да, салома. Юля, коля кого-то. Тевен нет, тевен от Солома. То есть делаете то же самое, как в тот день, как и раньше, когда у вас все было как надо. Да. Работайте давайте. Работайте, да. Так, солнце еще высоко. Юля, товарищи. Так, это Евгений у нас. Евгений. Ваяку. 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 Шотрей. Шотрей. Бани. Бней. Бней Израиль. Ашер. Шму. Саму. Саму. Олейхем. 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 Да. Нокхи. 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 Паро. Лаамор. Лаамор. Вот здесь двоеточие просто, да. Бадуа. Мадуа. Ле. Кок. Кили. Хак. 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 Ли. 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 Бон. Мит. Моль. Шэль. Шэль. Кит. Моль. Шэль. Шэль. Гам. Та. А. Моль. Моль. Гам. Хайом. Да. Верно. Фраза большая. Ну, я готов помочь. Ва. Ю. Ху. От слова. Ле. Кот. Мака. Удар. Ва. Ю. Ва. Ю. Ху. Как было. Ва. Ёмор. Вот. Обычно смещается. Поэтому. Нет. Нет. От ва. Это не зависит. Это. Ва. Ю. Я могу. Я сразу вам говорю. Ударение я могу поставить неправильно. Потому что лично я читаю Пашкина. С этим ударением все съехали. Поэтому не ориентируйтесь на то, как я читаю. Вот. Есть сайты, на которых можно найти профессиональное чтение. Но просто поскольку для нас это не принципиально важна именно форма слова, я не акцентирую внимание. Итак. И били. Шо. Трейбны. Израэль. Назирайте с ног Израилева. Израилевых. Да. Ашерсам. Олеген. Которых там поставили. Только не били, а их побили. Ху. То есть они были побиты. Да. Конечно. И были биты. Да. Да. Это пассивное причастие. Да. Да. И были избиты вот эти вот шо. Трейбны. Да. Которые поставили над ними. Да. Которых поставили над ними. Да. Но. Да. Нокшей. Паро. Леймор. То есть были избиты кто? Шо. Трим. Кем они были избиты? Ноксей. Ноксей. Да. Леймор. И при этом они говорили. Они говорили? Нет. Ну кто говорит? А. Вот эти науксины. А. Говорят. Побили и объяснили за что их побили. Или приговаривали. Да. Что. Мадуа. Ло. Хилитем. Мадуа. А тебе. Так Евгений. Мадуа. Разве не. Да. Почему. Ло. Хилитем. А слово. Коль. Заканчивать. Да. Не. Да. Вот это я. Выписал. Но сейчас не помню. Так. Посмотрите. Пожалуйста. Это. Хук. Работа. А. Установленный. Установленную. Сказать. Норму работы. Почему вы не. Не закончили. Не сделали. А. Понятно. Хика. Как. Как. Третьего дня. Угу. И. Как. Получается. Вчера. Как. Микит. Моль. Шилшом. Как. Вчера. Как. Позавчера. Третьего дня. Не. Сегодня. Да. Да. Не выполняйте. Товарищи. Да. Евгений. Спасибо. 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 Артур. Артур читал. Если он захочет. Прекрасно. Воеву. Воеву. Шотрей. Не. И. Выцелку. И. Фаро. Лемор. Лама. Таси. Хо. Ле. Авдеха. Ла. Авдеха. Да. А. Энна. И. Пришли. И. Пришли. И. Пришли. Сражники. И. Сражники. Сражники. Израиля. И. Возапели. Фараулу. Говоря. Почему ты так поступаешь с твоими рабами? Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. А как же именно ты поступаешь? Об этом говорит нам следующая фраза. Спасибо, Артур. Так, чья одна у нас? Это вы уже, Рафаэль. Это я. Теперь ваш. Солома не дается рабам твоим, а кирпичи говорят нам. Делайте. И вот рабы твои побиты муким. Отсюда еще видно слово мука. Но во всяком случае, слово мука точно. И согрешил народ. То есть грех народа из-за твоего приказа, который выполнить получается невозможно. Да? Вот так. Да? Есть? Да. Юдхэд? Только почему не Юдхэд, а Юдзайн? А, Юдзайн. Извините. Вейомер. Фараон имеется в виду. Вейомер. Нирпиматем, нирпим, алькенатем, омарим, нельха, низбэха. Ой, это что у вас? Куда-то вы у вас что-то с текстом проходит. Так, 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 так. Ага. Извините, я просто хотел сказать. Значит, нельха, низбэха. Нелха. Низбэха. Лаошем. А он им отвечает. А он им отвечает. Вы ленивые, ленивые вы. Поэтому ходите и говорите. Пойдемте, принесем жертву нашему богу. Все это отмазка, да? Вы придумали это не потому, что действительно это вам надо, а только чтобы отлынивать от работы. Так вот, получите за это увеличение работы. Вот такая методика. Да, спасибо, Анна. Совершенно верно. Ют хэт. Ют хэт. Тимофей. Тимофей есть. Сначала Тимофей, да. Вета леху ивду, ве тевен ло инотен лехем, ве токен левеним титейну. Совершенно верно. Теперь идите и работайте. И солому не получите. Не будет вам дана. Не будет вам выдана. Да, не будет вам выдана. Тохен левеним. Тохен левеним. Готовьте нужное количество кирпичей. Да, вы должны дать. Тохен, я не думаю, что это от программы, от леахин. Думаю, что это количество, но... Количество, количество кирпичей делайте. Есть такое значение, да? Да, тохен левеним количество кирпичей, выдавайте. Вы выдавайте. Да, спасибо, Тимофеевич, все правильно. А тохен, это какой корень? Эхин, видимо, как готовьте, все-таки, видимо, как мухин. Готовьте, я так думаю. Я так во всем учебу. Вот Артур попрощался, сказал, что всем спасибо. Он, видимо, пошел. Да, спасибо, Артур. Мы будем рады видеть вас снова. Так. Так. И внехем, варьем, варьем, ве-йомо. И убоялись. И увидели, увидели тут. Минуточку. Это какое слово? Ваир-у. И увидели стражники сынов Израиля. Их... Два, да. Во плохом состоянии. Ра. Ра. Да. Да. Возле вот это бэра или что это? Да-да-да. Да, очевидно. Так, не вычтите... Вот я нашла, что в современном тигре это вычитать. Не вычтите из кирпичей вещь ваших... Да, дня изо дня. То есть то, что касается... То, что делается день изо дня. Выработку, как бы, получается. Ну, да-да-да. Имеется в виду, что не уменьшится... Ежедневная норма, как бы, да? Да. То есть, имеется в виду, увидели зло, то есть, увидели зло, то есть, огорчились они этим словам, как им сказали, что у вас ничего не уменьшится. Они увидели в этом зло, то есть, расстроились они, короче. Ну, чего, что-то хорошего, конечно. Спасибо, спасибо, все правильно. Людмила, я же говорю, да? Да, теперь Шуша. Шуша. Так, вот это что такое? Это был у нас какой-то наказан, поражен глагол. Да, совершенно верно. Как бы, были поражены мышей, и Аарон так, вот это вот, что такое Ницавим. Ницавим, представшие Ликратан. Ну, как же это сказать? Ницав, да. Как их позвали, что ли? Когда они предстали пред ними, да? Ликратан, так, когда предстали перед фараоном, да? А, при выходе их от фараона. А, вот оно в чем дело. И встретили они Моисея и Аарона, да? Которые предстали пред ними при выходе их. По выходе от фараона, так сказать. Когда выходили Моисей и Аарон от фараона. Только, наверное, наоборот. Вот эти надсмотрщики выходили от фараона, а навстречу им шли Моисей и Аарон. Вот они им высказали. И они нам высказали. Они им высказали. Фараона были надсмотрщики, да? Ах, ну, ведь. Почему встретили? Ведь по ПЭГа это вредить. Ну, вот почему-то по тексту пишут перевод, что как встретили. Хотя действительно, словарь дает, что это именно повредить. ПЭГа это, да, это столкнуться, повредить. Может быть, столкнулись они действительно. Это может быть одно и другое, как вот машины сталкиваются и повреждаются. Ну, вполне, конечно. Да, может быть, они столкнулись. В любом случае так бывает, как правило. В АИФГУ. Не знаю. Я пытаюсь найти еще примеры использования НИФГа в значении столкнуться, встретиться. Но кроме ФИГи у меня ничего не всплывает в сознание. Да. Ну, смысл во всяком случае такой. Да, спасибо, спасибо, Шуфа. Каф, Алиф. Так, Юля. Юля. Кажется, в этом кругу Аня, вы не читали. Аня не читала, по-моему, в этом кругу. Почему я? Нет, я читала. Читали? Читали? Всем по-честному. Аня не читала. Я читала, по-моему, в этом году. 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 Да, да, это делать отвратительным, но конкретно именно вонь. Сказано так про Нин, когда там подохла рыба и восмердела река. Так вот, вы сделали зловонными, отвратительными кого? Этрахейну, дух на... Да, да, то есть вы поставили нас в такое положение, что мы отвратительны в Эйнефаро. Ну, в Эйнефаро и его рабов. Давай я, в данном случае, удобно перевести вот так, да, тем, что дали, херев, да я дал, херев, меч. В их руки и чтобы убили нас. Чтобы убить нас, да, вот такая страшная вещь. Да, спасибо, Юлия, замечательно. Так, а Евгений у нас тоже ушел, видимо, от нас. Евгения, я не вижу. Я тоже что-то не вижу. Ну, значит, что теперь... Давайте, с вашего позволения, я пройду до конца, вот, потому что времени осталось мало, хотелось бы завершить. Не успеваем сегодня. Не, ну почему, а почему не успеваем-то? Осталось всего сколько? Раз, два, и там еще один. Три кусочка туда войти уже все люди на кусочку. Не, не, не. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вот это я читаю. И сказал Моисей Всевышнему, говоря, господин мой. В данном случае, вот, слово написано так, как мы читаем имя Всевышнего, тетрограмматон, и значение этого слова «мой господин», если буквально, то «мои господа», тоже стоит во множественном числе. Почему сделал тут плохо слово «ара» народу этому? Зачем это послал ты меня? Вот так вот возопил Моисей. Моисей, и за это он получил упрек от Всевышнего, но об этом в тексте. Прошу вас, Анна Камбина. Пускай Тимофей, Тимофей и Людмила. Нет, давайте Ваню прочитайте. Ну, хорошо, пускай Людмила и еще там кому-то достанется. Что достанется? Мы же завершаем главу, нет? Нет, ну, я говорю, там, ну, тут две кусочка осталось. Сейчас Людмила и кому-то и одному человеку еще достанется. Умэас бати эль паро лэдабэр бишмэха хэра ла амхазэ вэ хацэль ло хицальта эт амха. И сказал, и с тех пор пришли... Как пришел я к фараону, говоря... Говорить бишмэха от имени твоего. От его имени плохо народу это... Хацэль... Забыла. Хацэль это выручить, спасти. Хацала. Хацэла. Спасение. Спаси... А, как? И спасение не спас ты. То есть, не привел ты спасение. Народ. И спас ты народу. Да, 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 верно. Да. И вот фраза первая, значит, пара... Шестого. Она тоже входит в эту недельную главу. Поэтому давайте ее тоже прочитаем. Кому упорочим? Так, ну теперь шурша у нас по очереди получается. Так, ну значит, ты сказал Всевышний Маше, теперь смотри... Ты увидишь, да? Что я сделаю? Ну, которое? Какое я сделаю фараону? Так, как рукой, крепкой, так, как пошлю, можно так сказать, да, вас? Есть шалхэм, пошлю вас, да, да. Так, и крепкой рукой, а вот этот вот глагол, ну, из... Легарэш, легарэш, это отсылать буквально отсюда герушим и развод. Такое? Да, из ганю. Из ганю, ну, из страны его. Из страны его, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что же, спасибо всем присутствующим, родным лицам. Будем надеяться, что они нас обрадуют своим посещением и в следующие разы. Ну что же, я думаю, что мы сегодня уже ничего больше не успеваем. Спасибо. Просто на здоровье, на здоровье. Рад, что сегодня хорошо пошло. Да, значит, тем, кто знает и тем, кому это важно, четыре паршиёк, четыре специальные главы, которые мы читаем в качестве авторы, начинаются на этой неделе. Вроде бы прошат шкали. Да, просто обратите на это внимание. Так, всем спасибо. Всего наилучшего. До новых встреч. Спасибо. Сейчас мы должны выключить запись. Запись, да, остановить запись. Так, остановить запись. Так. Так. Спасибо.